Обнаружить и ликвидировать свалки. Во вторник зампред правительства Максим Громов провел инспекционную поездку по несанкционированным местам скопления бытовых отходов. К рейду подключился и представитель регоператора. Первая точка пересечения улиц Третьей, Южной и Ударников. В этом Аврае уже несколько лет растет гора мусора. В субботнике не помогают. Мы дальше идем, нам не мешают, а так-то мешают. Проходишь постоянно здесь, мусор валяется, запахи. Проезжие машины больше выбрасывают. Диваны там прочие выбросят, поедут. По словам местных жителей, загрязняют территорию в основном приезжие. Выгружают из автомобилей огромные пакеты с мусором, крупногабаритные вещи и оставляют в овраге. Однако наша съемочная группа смогла лично убедиться, что вклад в свалку вносят и сами местные жители. Вторая точка находится совсем недалеко на перекрестке 2-й Южной и улице Демьяна Бедного. Здесь даже не скрывают. Мусор оставляют местные. Просто потому, что некуда нести отходы. Люди все равно здесь будут таскать и бросать. Понимаете, это иммунитет уже выработанный. Вот я что, себя не помню здесь живу, здесь всегда это свалка. Изменить устоявшийся порядок будет непросто. Сейчас муниципалитеты разрабатывают правила благоустройства. Предполагается, что в соответствии с изменениями все те, кто решит оставить пакет с мусором посреди улицы, будут привлечены к административной ответственности. Все претензии и требования по поводу несанкционированных свалок можно направлять регоператору. Впрочем, до него они и так доходят через надзорные ведомства. На сегодняшний день известно о 80 несанкционированных свалках. В первую очередь, после того, как мы получаем эту информацию, мы должны в пятидневный срок выявить собственника земельного участка, на который свалка обнаружена, определить ее объем. Уведомить собственника о том, что свалка выявлена. Уведомить органы местного самоуправления. Уведомить органы, осуществляющие государственный экологический надзор. Если собственники территории, на которой расположена свалка, а чаще всего это именно муниципалитет, мусор не убирают в течение трех дней, регоператор обязан свалку ликвидировать. Если это стихийная свалка, целесообразно в этом месте поставить бункер. И региональный оператор тогда будет забирать этот бункер. Это значительно дешевле, и у нас не будет валяться мусора на улице. Если жителям неудобно, если они не хотят бункер, контейнер, и хотят, чтобы был бесконтейнерный способ, значит, они получают у регионального оператора мешочки, в мешки складывают мусор, и в назначенный день по графику машина эти мешки забирает. Сейчас в Лухе, Кенешме, Пистяках жители частного сектора стремятся обзавестись контейнерными площадками. Работа кипит. Такой формат вывоза отходов наиболее удобен и для пользователей, и для оператора. По Санпину площадки убирают раз в сутки. Проблемы, по словам представителей регоператора, возникают с жителями областного центра. С ними договориться пока не получается. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.